300, да, но Берсерк мы тут не будем. Играем беленькими. Погнали. Целянка. Б6. Б3 сыграем. Система попробуем. Не то, чтобы я сильно ее знаю, но, в принципе, играть так можно. Вполне. Так, тут, по-моему, как-то Д4 просто сразу ходит. И мне кажется, эти позиции, они все-таки поприятнее для белых. Которые остаются с изолятором. И позиция такая. В целом-то вполне себе. Да, ну он грамотно, видимо, действует. Мне кажется, как-то так черному надо играть, да. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, да, видимо, АЦ5. Тут имеет смысл, наверное, просто побить на С6. Сыграть слон Е2, сыграть тракировку и потом С4. Открывая всех и вся. Открывая всех и вся. Да, ну, приятная позиция у белых. Я думаю, слона Б2 очень сильная будет. Да. Интересно. Так, ну что, арокировка. Странно, он немножко исполняет. Так, ну, он намекает на конь Ж4, я понимаю, да. Прямо так должное, я боюсь, что мне мат поставят. Не буду. Не буду. Пс, я боятся. Конь Ж4 заберу на Ж4. Конь Ж4, ну, там, например, шах могу дать. Как-то король у черного все-таки в центре. Неужто на черном на это Филю Летова? Так, задумался чувачок. Да, ну, тут пока заберем на Д5. Филю Летова, ну, там, посмотрим, что он будет делать. Посмотрим, что он будет делать. Да, бьет просто. Да, и конь С3. Нашкану на Д5 подвисает. Как-то конь Ж4, ну, опять же, просто забрал на Ж4, потом забрал на Д5. Это выглядит вполне хорошо для меня. Ну, и где-то, где-то будем думать. Может быть, конь А4 пойду, кстати, на Бринаде Д8. Слон Д6, Ж3. Так, он сразу сюда. Ну, тогда, наверное, сразу же Ж3 сыграем. Да, там белые поля, конечно, ослабляются маленько, но... Наверное, не смертельно это все все-таки. Или соперник хочет сказать, что смертельно? Может, и смертельно. А, правда, да, правда, Ж3-2, наверное, надо в любом случае играть. С H3, там слон H3 совсем опасно. Да, ферзь H3, угроза конь Ж4. Так, достаточно прямолинейно он играет. Но прямолинейно это не всегда плохо далеко. Прямолинейно это далеко не всегда плохо. Могу, кстати, как-то конь Б5, наверное, пойти. Дей на НГ4, я бью на Ж4, слон Ж4, бью ферзь на Д5. И белые поля я прикрыл. Там хочу вернуться на Ж2 просто в оборону аккуратненько. И компенсация у черных будет там, но... Мне кажется, у меня тоже нормальная позиция вполне должна быть. Ну иначе висит слон, висит конь. Ну, взятие на Ф6. И где-то пешком на Д5. Так, поэтому так он играет в любом случае. Мне бить надо. Теперь СД5 забираем тоже. Понятное дело. Так, теперь висит слон. Да, ну и важно, что я защитился от всяких матов по белым полям все-таки. Потому что мат по белым полям было бы совсем неприятно получить. Неожиданно. Неожиданная информация, да? Так. Ну, конь Д6, он ладья Д6 просто заготовил явно. И смотрится это неприятно. Держу я вам откровенно. Так, Ферзь Д4, он Ф6 пойдет. Так, ну, конь Д6, лая Д6. Там ладья была бы на Е1, Ферзь Ф8 бы выигрывала. Но не срастается. Маленько. Так, ну Ферзь Ж5 не дает ничего. Ничего не дает. Так, время, время, время. Надо ходить, как там. А как? А, подождите, кстати. Есть вот такой ход все-таки. РЖ5. Ферзь Шах. Идея, что если он король Х8, то я бью на Д6. И там ладья Д6, Ферзь Д6, и у него на Ф8 будет висеть. Да, это он зевнул явно. Теперь ладья Д6, Ферзь Д6, и слонавтрил Ферзь Ф8 мат. А иначе грозит конь и все. И черном тут, видимо, не сладко совсем. Совсем не сладко. Так, ладья Д7 пошел. Тут могу пока уже, точнее, не пока, а просто матри сыграть. Возвещаю коня, и Ферзя потом возвращаю на базу. У меня так-то фигура лишняя. Да, как-то я его обманул. Хотя позиция выглядела в какой-то момент весьма опасно. Признаюсь честно. Но тут уже мне явно все должно быть хорошо. Так, сюда. Ну и Ферзь Ж2, да, просто вынуждаю размен Ферзей. И на этом, по сути, партия заканчивается. Лишней фигурой я должен справиться. Фух, ну где-то через подозрительную позицию прошел, думаю. Но победили, и это врыв в десяточку. ПО ТВ вверх. ПО ТВ22. ПО ТВ22.